Зовёмся за слог поэтами и тонких материй ради, Поэмами и сонетами исписываем тетради. Я помню, заря, олела, земля занялась расцветом пришливой, Такой несмелой, с покрытым росой букетом. В детстве мне, признаться, доставалось, Скорее всего, за личный суверенитет. Надо было становиться сильным. Псковская тетрадь Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Дина Добрешута. На календаре вторник, и мы с вами вновь встретились полистать Псковскую тетрадь. Продолжаем разговор о творчестве писателя Тимофея Рахманина. Первая книга у него вышла 11 лет назад, в 2010 году. Это была сатирическая сказка в стихах. Сказ о быке Бориске и хозяине его Иване. 2013 год стал знаковым для писателя. Тогда увидели свет самые масштабные на сегодняшний день работы Рахманина. Два тома исторического романа о Давмонте Тимофея. Сказания о забытом князе. В 2016 году вышла третья заключительная книга о литовско-псковском князе. Но прямо сейчас в нашем эфире прозвучит продолжение рассказа Тимофея Рахманина «Рубеж». Напомню, произведение посвящено ледовому побоищу. Читает автор. Поделились, как князь велел. Ночь спали баллы, без огня. К самому рассвету подошли с трех сторон, как к краешку леса. Да затаились. «Дитко!» – неожиданно перебил Данила. «Чего?» – «Опил гусей, о видении». «Видении?» «Ха!» «Так кто впереди, что? Слухай!» «Стоят, значит, полки. Ждут. Рассвет скоро. Ярилки хоть и не видать, а лучи уж к небу потянулись. Сердца у всех бьются громко, аж слыхать. Души в теле мечутся, кровь в жилах все быстрее бежит. Нет, дед, да затрясешься весь от ожидания долгого. Вдалеке над рекой уж туман утренний подыматься стал, а князь молчит, тянет чего-то. Все в нетерпении переглядываются, а нету окрика в бой, дитко. И только было князь меч из ножен потянул, так откуда ни возьмись, пил гусей, предстал пред ним. Весь взмыли на отбега быстрого. Глаза говорят, рот открывается, как у рыбы. А сказать-то ничего не может. Предстал, да плюхнулся пред Александром на колени. Все уж худое подумали. Князь меча-то из ножен таки не вытащил, молвил только. Стряслось чего? По что и жорцев своих оставил? А не воевода-то им теперь? Пил гусей глаза-то в небо поднял, а в их слезы. И отвечал он Александру. Сына за все оставил, князь. Да то пустое. Чудо, чудо я князешку видел. Господи, славно, имя твое. И айда крестным знамением себя осенять. Аж унимать пришлось. Скоро уж петухи первые, а он тут, отеумалишенный. Ну, снова молвил тогда Ярославич. Знамение чудное видел я, князюшка. И крестясь и плача отвечал пил гусей. Вышел я перед рассветом к небе помолиться. И слышу вдруг шум, как весла по воде бьют. Ну, думаю, ладья вновь. Вражье идет. И вот, спрятался за кусты. Господи, славно, имя твое. То на сад идет. А посреди на сада стоят святые бучени Борис и Глеб. Как же узнал ты их? Как не узнать-то, князюшка? Они это, они. Стоят в одеждах червленых, опершись руками в борта. Все вокруг их, как во мгле. И на сад, и гребцы. Их вижу, как есть. Словно рядышком стою и слышу. Как тебя. И вот, рек благим голосом святобученик Борис святому Глебу. Братья Глеб, вели грести быстрее. Рассветет скоро. Да поможем сроднику своему, Александру. Дали чего? Спросил тогда князь замолчавшего было пил в усе. Тот посмотрел за туманенным взором своим. Полным слез радости и счастья на Александра Ярославича и пожал плечами. Ничего, князь. Уплыли. Уж больно гребцы у их быстрые. А я к тебе сразу, княжу. Знамение то великое. За нами победа будет. За нами. Вот, со всех ног прибег. Тебе о том сказать хотел. И всем. Всем, чтоб знали. Но не дал Александру Ярославич сказать, прослучившись с пил в усе. Молвят так. Всего не говори пока никому. Знак добрый. Дождать некогда. А после расскажешь. А теперь? И вытащил меч князь из ножен. И поднял его кверху. И молвил стоящим за собой воинам. С нами Бог. Вперед. С нами Бог. Вторила громоскласно дружина. И лязгнула мечами из ножен выходящими вся рать русская. И ринулась с трехсторонного врага. Одною волною. Силою единою. Старик прервал свой сказ и посмотрел на братьев. Глаза их горели, отражая в ночи отблески огня. Рты полуоткрыты. Щеки зарумялись. Рядом с ними сидел уже и лучезар. Склянув на деда, он лишь пожал плечами. Словно оправдываясь. Да чего уж. И шо разок послухаю. Ты, деда импра, не смех и говор. А стоны и крики заголосились вокруг. Перебив внука, продолжил старик. Не дождь, а стрелы до копья посыпались с неба. Да зазвенела сталь в один миг от тысяч прикосновений. Словно от... Это колокола застонали плачем великим. А по ком еще непонятно было. И опрокинул князь дружиной ряды первой свейские. Рубя на две стороны мечом. И пошел вглубь воинства вражеского. Окруженный силой черную несметную. Пробиваясь навстречу к самому ярлу их. Ульфу. И полк левой руки. Следом. В голове с богатырем Гаврилой Алексичем. И пеший полк правой руки. Впереди с воеводой. Мешей новгородским. И не было страха в сердцах у воинов князевых. И началась сеча страшная. Ярости полная. Ох и закружилась. Ох и завертелась. Крики и стоны. Оскал на рычане звериное. Кровь фонтанами. Брань несусветная. Смех дьявольский. Муки предсмертные. Либо ты, либо тебя убьют. По-другому никак. Господи, Господи. Помимо нас безумствующих за греки наши земные. То первая сеча моя была. Но страха не было нисколько. Злоба одна. Сам не удался. Откуда во мне ярости столь. Многих я тогда закубил. Но одного свея до сего дня помню. Из отроков. Годов четырнадцати, не более. Малец совсем. Росточком еще не дошел. Видать, с батькой-то на войну напросился. Впереди его бился воин знатный. В кольчуге добрый. Дорогой. Батька, наверное, его. Бился славно, сильно. Отрока того. Собой прикрывая. Богатырь свейский. Задумчиво стоял Данила. Ну, богатырь, не богатырь, но Яков Палачанин, ловчий князев, проткнул копьем того воина. А Малец-то из арбалета уметнул стрелу в Якова. Да не попал. Коня его убил. Стал Малец соропливо другую стрелу натягивать, дабы за отца отомстить. Дед Савва почему-то замолчал, начав ковырять костер тревком рогатины. По лицу его было заметно, что не просто ему дается рассказ в этом месте, но все ждали продолжения. Наконец, старик заговорил слегка осипшим голосом. Я ближе всех к нему оказался. Не успел Малец-то арбалету-то поднять. Я его с одного маху зарубил. Старик вновь замолчал, подумав малость, тяжело выдохнул. На всю жизнь вскрик его предсмертно запомнил. И взгляд. Война. Там долго нельзя думать. А ловчий князев до конца сечи пешим бился. Добрый бился Яков. Со злобой да со слезами на глазах. Сам Александр Ярославич его похвалил после. Отчего со слезами-то? Мальца пожалел, которого ты... Тихо было, спросил Данила, но старик резко перебил. Коня своего оплакивал. Добрый конь у его был. А сечь уж разгорелась. Свеи-то не ждали нападения. Почитай, все полусонные вначале были. Потому удалось князю обступить их со всех сторон. Как задумано было. Пешие, смешие уж и на корабли напали. Да так крепко зарубились, что не приведи Господь. Сразу две ладьи сумели поджечь. В скорости еще одну. Ох, убились у кораблей. Ох, и рубились нища одно. У берега всю воду ногами вспенили. Красной она стала, словно кровь. И тело в этой крови столько, что полшага не ступить. А лют в эту пену все падает и падает. Падает и падает. Кто на лоде вражий лезет. А кто на выверт. На голову сверху прыгает. Гаврила Алексеевич, с другой стороны, по вдоль и жоры, тоже добро помял Свеев. Помять-то помял, да сам с горской дружинников к самой Неве полез. Кораблям Свеевским. Ох, и горяч он был. Ох, и храбр. Сказывали, что с Ярлом Ульфом и Королевич войске пришел. Биргер Магнуса. Зять короля. Так вот, как завидел Гаврила Алексеевич, что ведут королевича под ручки на корабль. Видать, тот ранит уже был. Так снова яростью врубился в гущу вражескую. Достал пробиваться к нему. Не успеяли Свеи спрятать-то королевича. Как Гаврила Алексеевич, уж и на сходни въехал. Верхом на коне. Смахнул, как лист, с головы пред собой стоящих супротивников. Да скакнул на коне в сам корабль свейский. И стал биться. Да уж больно, ворога там полно было. Столь много, что подняли они богатыря Гаврила вместе с конем. Да и бросили за борт. И сходни скинули. Да в бег бросились. Сердце дрогнуло. Да взгляда опечались за воеводы и идущих дружинников. Да бог миловал. Вышел Гаврила Алексеевич из воды невредим. Да снова вбойринулся. В самую гущу. А что же князь? Говорят, он самим ярлом сразился. Чего говорят-то? Так и было. Распалялся старик все больше и больше, словно вновь оказался там, в самой гуще той стародавней битвы. Я по правой руке от князя бился. В десяти шагах. Ульфа первым заприметил. Ярл на коне сидел. Издалека был виден. Хотел было я к нему пробиваться. Да схлестнул меч сразу с двумя. Ох и тяжко мне пришлось оттогда. Одного в ногу ранил. Тот быстро уполз. А со вторым битых полчаса рубились. Под градом. Грудь вздымается от усталости. Во рту сушь. Водиться бы и спить. Да нету. Меч уж зубцами покрылся. Одолеть того свей никак. Матерый. Да и мне от него досталось. И кольчушку слегка порезал. И по плечу так саданул. Спасибо кузнецу Микули. Добрую одежку мне отковал. Поймал я свей на его же хитрости. Увернувшись по левую руку от удара меча его. Он крутанулся, дабы сзади меня оказаться. Уж и замахнуться свей успел. Да опоздал. Я не оборачиваясь присел. Взял за рукоять. Доткнул мечом назад, не глядя. Меч то мой добрый был. Проткнул я сопротивника своего. Насквозь. А как же князь Дитку? Как он ульфа то побил? Ой ли. До того еще знаешь сколько биться пришлось. Вот он. Кажись рядом. А попробуй дотянись. Округ ярлы лучшие рыцари собрались. Войнство наше к тому мигу. Хоть и рубитель все против друг дружки. А шагов на сорок в глубину смешались как есть. Только успевай кружиться. Не знаешь с какой стороны прилетит к тебе смертушка. Звон да крик не приведи, Господь. Давка. Кони бьют копытами. Топчут, кусают. Лежат на земле со споротыми животами. Один воин падает. Другой встает весь в кровище. Сказал бы кто. Не поверил бы, что бывает так. Сам кружишься, как ошпарин. И кидаясь на ближнего ворога. Одолел. И дали. В голове хмель от крови. Пред взором туман от увиденного. От творящегося перед твоими очами. Давно уж полдень минул. А конца битвы не видать. Только пуще прежнего разгорается. А биться все труднее и труднее. Свеев то. Втрое больше. На глазах князя пал уже Иратмир. Слуга его друг преданный. Славно бился он в окружении врагов. Один среди сотни. Многих побил. Многие славные воины свейские пали от его меча. До силы были слишком неравны. Усталость вверх взяла. И вскоре пал он от ран многих. Завидев, как окружили Иратмира, кинулся к нему князь Александр Ярославич с ратниками ближними. Да не поспел малость. Побил всех, кто вокруг дружинника его кружился. Отмстил за товарища. Да Иратмир уж к небесам вознесся. Если вы хотите еще раз послушать прозу Тимофея Рахманина в авторском исполнении, то сделать это можно на сайте ГТРК Псков в разделе «Псковская тетрадь». Окончание рассказа «Рубеж» слушайте ровно через неделю. А я, Дина Добрешут, и прощаюсь с вами. До новых литературных встреч. Субтитры создавал DimaTorzok